Ну хочешь походать? Давай подмашки. Пора вас снимать сверху. 24, 25. Ляют училища, производят набор юных... Ты какую книжку взяла? Справочник для поступающих, высший. А вот в центральной районе библиотеки был организован настоящий вечер предсказаний. Все желающие могли принять участие в последний день святок в развлекательном мероприятии «Раз в Крещенский вечерок». Провел вечер молодежный досуговый центр «Кинетика». У нас проходят мероприятия практически каждую неделю. Они всегда такие крупные. У нас проходят и викторины, и конкурсы, посвященные разным календарным праздникам. И просто какие-то развлекательные мероприятия. Но ближайший у нас будет день студента. У нас будет 27 января, потому что 25-го вроде как. Студенты празднуют в своих учебных заведениях, а у нас 27-го будет конкурсная программа «Вечер». Ребята из Видновского художественно-технического лицея и других учебных заведений узнали о вечере гаданий и социальных сетей. Я очень люблю гадания. Все магическое такое. Мне очень понравилось. Каждый год? Да. С детства. С прабабушкой. Сотрудники центра подготовили интересные старинные крещенские гадания. Предсказания по предметам, которые символизируют грядущие события. Крутили нож, загадывая желания. А также современные, например, по настенным часам. Ну и знаменитое гадание по книге. Для того, чтобы узнать ответ на интересующий вопрос, надо мысленно сформулировать его. Загадать номер страницы и строчки снизу или сверху. А предметом, став суждений шумных, несносно согласитесь в том, между людей благоразумных прослыть притворным чудаком, или печальным самосбродом, или сатаническим уродом, или даже демоном моим. Круто. Вот. Ну смотри, тебя ждет какая-то смена имиджа. По часам мне понравилось. И еще по семечкам. Там нужно было две семечки откладывать. Если две семечки, то это да. А если одна, то нет. Вот. Ну и как ответили эти семечки на вопросы? Да, ответили. Сказали нет. Интересно, что молодых людей, пришедших погадать, оказалось даже больше, чем девочек. Понравилось, сколько гаданий я узнал. Но, честно, никогда не подумав, что можно на часах гадать, на ноже так крутить, на семечках. Никогда не знал об этом. Да и не задумывался. Как-то не интересовало. Загадывал. Ну, про друзей загадывал, когда спрашивали, кто же этот друг. Ну, про ЕГЭ было интересно, ясное дело. Все же волнуюсь. А вот его друг Иван Лапшин в этот день отмечал день рождения. Особое значение тому, что он родился в канун Великого праздника, он не предает и в гадания не верит. Но замечает, что ему очень часто везет. Весело достаточно. А что запомнилось? Запомнилось то, что среди моих друзей есть враг. Мероприятие получилось шуточным и веселым. Главное – не воспринимать все предсказания всерьез. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Коршелева. Видное ТВ.